По статистике Всемирной Организации Здравоохранения в мире кесарево сечения проводится почти в 20% случаев от общего числа родов. Эта операция является не только одной из самых распространенных, но и самых древних. О кесаревом сечении упоминается еще в древнегреческих мифах. Изначально процедуру проводили только во имя спасения ребенка, поскольку мать впоследствии умирала. И только в середине 20 века операция стала в большинстве случаев безопасной как для ребенка, так и для его матери. Однако до сих пор кесарево сечение окружено множеством заблуждений, в которые пора перестать верить. Миф первый. Нельзя наслаждаться контактом кожа к коже. Хотя тело женщины после операции в определенных областях будет более болезненным и чувствительным к прикосновениям, врачи не находят серьезных противопоказаний к контакту матери и ребенка кожа к коже. Для поиска удобной позиции может потребоваться определенное время. Область шрама будет особенно чувствительна, если ее задевать. Но помимо нее на теле достаточно места для прикладывания ребенка к коже. Миф второй. Есть противопоказания к грудному кормлению. Кормить ребенка грудью или нет – это очень личное решение. Если выбор пал на грудное кормление, то после кесарево сечения нет никаких тому противопоказаний. К тому же такие роды не окажут существенного влияния на способность женщины кормить малыша грудью. Но для этого понадобится терпение, поскольку лактация развивается чуть медленнее, чем после естественного рождения ребенка. При этом нормы грудного кормления примерно одинаковы в обоих случаях. Чтобы избежать болевых ощущений при кормлении младенца, нужно подобрать наиболее удобную позу. К примеру, можно это делать лежа или использовать специальную подушку. Лекарственные препараты, которые обычно назначает врач после кесарево сечения, как правило, безопасны для ребенка. Миф третий. Операция проходит проще, чем естественные роды. Существует ряд причин, по которым женщине назначается кесарево сечение. Чаще всего это связано с различными осложнениями во время беременности и высоким риском для ребенка и самой роженицы при естественном родовспоможении. Но если нет на то показаний, врачи всегда выступают за обычные роды, поскольку кесарево сечение – довольно сложная операция. Те, кто считают эту процедуру более простой в отличие от обычных родов, ошибаются. Как и любой вид хирургического вмешательства, такая операция связана с высокими рисками для здоровья женщины и ребенка, с чрезмерной кровопотерей, развитием инфекции, повреждением внутренних органов. Осложняет ситуацию то, что процедура часто бывает незапланированной и проводится в срочном порядке. Миф пятый. Период восстановления тела такой же, как и после обычных родов. Если после обычных родов можно вставать и ходить спустя два часа, то после кесарево сечения рекомендуется вставать только по прошествии двух суток. Более ранняя физическая активность усложняется из-за боли и высокого риска повредить шов. В некоторых странах после естественных родов женщина может вернуться домой уже через 1-2 дня с рекомендуемым периодом восстановления 1-2 недели. В случае с кесаревым сечением так быстро отправиться домой не получится. Нужно провести как минимум 3-5 дней в больнице и около 4-5 недель восстанавливаться в домашних условиях. После операции нельзя сильно нагружать тело физическими нагрузками, поднимать тяжести, заниматься фитнесом и вступать в половую связь. Миф шестой. Ограничение количества кесаревых сечений. На сегодняшний день нет строгих ограничений подобных операций. Женщина может родить ребенка с помощью кесаревого сечения всего один раз за всю жизнь или более пяти раз. Все зависит от особенностей протекания беременности и некоторых медицинских показаний в связи со здоровьем женщины. Тем не менее, медицинские риски повышаются с каждой процедурой. Наиболее частые из них – это возможность повреждения матки, мочевого пузыря и кишечника, сильного кровотечения и осложнения с плацентой. Миф седьмой. Отсутствие неприятных симптомов. После получения анестезии пациенты не должны чувствовать боль во время операции, но многие женщины ощущают при этом легкое подергивание и давление в области живота. Это считается нормальной реакцией, ведь из живота выходит ребенок. Некоторые врачи считают, что подобные симптомы во время кесаревого сечения чаще всего встречаются у женщин с пониженным кровяным давлением или повышенной чувствительностью к определенным препаратам, вводимым во время операции. Миф восьмой. Кесарево сечение – простая операция. Несмотря на то, что кесарево сечение стало в последнее время одной из самых распространенных операций, это не значит, что оно менее серьезный и безопасный вариант для роженицы. Не стоит воспринимать такие роды легкомысленно. Перед ними тоже необходима подготовка и соблюдение всех правил вынашивания ребенка. Следует своевременно поговорить с доктором и задать ему все интересующиеся вопросы. Важно понимать, что тело после операции восстанавливается намного медленнее, чем после обычных родов. Миф девятый. Отсутствие последующего вагинального кровотечения. Некоторые женщины считают, что после кесарево сечения можно избежать вагинального кровотечения, которое бывает после обычных родов. Основная причина выделения крови из влагалища – это восстановление и сокращение матки до привычных размеров, которые она имела до беременности. Это происходит как после обычных родов, так и после кесарево сечения, несмотря на хирургическое вмешательство. Поэтому в обоих случаях женщинам нужно запастись специальными прокладками, которые могут понадобиться в течение 6-8 недель после операции. Миф десятый. После кесарево сечения естественные роды недопустимы. Среди самых распространенных мифов – невозможность естественных родов после кесарево сечения. Об этом можно было часто слышать в прошлом веке, когда процедура только совершенствовалась и развивалась. На сегодня по врачебной статистике около 60-80% женщин после кесарева могут иметь вагинальные роды. Желательно перед операцией обсудить с доктором возможность естественного родовспоможения в дальнейшем. К примеру, в таких случаях не рекомендуется делать вертикальный разрез на животе, который часто расходится в период последующих вагинальных родов. Миф одиннадцатый. Важно соблюдать послеоперационный постельный режим. Безусловно, сразу после операции вставать не нужно, но спустя двое суток даже рекомендуется. Нужно, чтобы женщина прогулялась и активизировала кровоток, работу мышц, что предотвратит осложнения. Не следует спешить и делать резкие движения при подъеме с кровати и первых шагах кто-то обязательно должен быть рядом и помогать. Миф двенадцатый. При кесаревом сечении не бывает после родовой депрессии. После кесарево сечения в организме женщины происходят такие же гормональные изменения, как и после вагинальных родов. Приходится адаптироваться к роли матери, заботиться о новорожденным и восстанавливать свое здоровье. В зависимости от индивидуальных психологических особенностей женщины могут впадать в затяжную депрессию, испытывать сильный стресс, либо пребывать в нормальном эмоциональном состоянии. При частом ощущении грусти, слабости, отсутствии энергии, трудности с привязанностью к малышу, желательно обратиться к доктору за помощью.